Емек-тюркский народ Емек, арабский, имак, имак, был тюрка, язычное племенем известно из арабских и персидских средневековых географов в качестве одного из семи племен в Кимеке конфедерации, арабский, кимакский, период 850-1050 н.э. Остальные шесть составляющих племен, согласно Абу-Саиду Гардези, Ум. 1061, были Муром, или Ими, Татарами, Баян-Дуром, Кипчаками, Ланиказом и Аджладом Махмуд Аль-Кашгари не упоминает ни одного кимека, кроме Ямака, Кашгари далее заметил, что подобные ему караханиды считали Ямеков племенем кипчаков, хотя современные кипчаки считали себя другой партией. Этноним Ямак может быть переписано в середине 7 века китайскими авторами как и немосредний китайский Ямак, со ссылкой на те или группы, которые первоначально населены из севера, западную Монголию перед миграцией к северу от Горного Алтая и Прертышья. Однако Голдин, 1992, считает такое отождествление Яммас Ямек, Ямек маловероятным, поскольку изменений звука, Ка, больше чем еще не произошло. Кроме того, тот факт, что средневековое кипчакское диалектное изменение звука, Ка, больше чем еще не произошло в древнетюркском языке середины 7 века, ставит под сомнение отождествление Ямеков с Кимеками согласно тишину. В западно-тюркском Каганате два чуйских племени, Чумукун и Чубан, занимали привилегированное положение, будучи голосующими членами Янокской элиты конфедерации, но не их сородичи Чую и Чуми. Часть племени Чую смешалась с остатками геок-тюрков и образовала племя под названием Шатуа, которая проживала в Южной Джунгарии, к западу от озера Баркал. Шатуа отделились от Чую в середине 7 века. До недавнего времени чигилы были хорошо известной этнической группой, включенной в списки переписей, проведенных в Царской России и в Хахавеке. После распада в 743 году западно-тюркского Каганата часть чуйских племен осталась в его преемнике, уйгурском Каганате, 740-840, а другая часть сохранила свою независимость. В уйгурский период чуйские племена объединились в ядро племен, известных как кимаки в арабских и персидских источниках. После распада уйгурского Каганата в 840-граммах, емеки возглавили новый политический союз племен, создав новое государство кимеков. Абу Саид Гардези, Ум. 1061, писал, что федерация кимаков состояла из 7 племен, емеков, ар, емак МТРК и емак или, и, емег, эймур, татар, баяндур, кипчак, ланикас и айлат. Позже расширенный кимекский Каганат частично контролировал территории племен агузов, канглы-багджанаков, а на западе граничил с хазарскими точкой булгарские территории. Кимаки вели полоседлый образ жизни. Поскольку Худут упомянул город под названием Емакия, больше чем Емакия, больше чем МС Намакия, а кипчики по некоторым обычаям напоминали современных агузов, кочевых пастухов. Между IX и XIII веками племена кимеков кочевали в степях современной Астраханской области России. Часть кимекс, что покинула Обь-Иртышский междуречье регион вступила в конфедерации кипчака, что дожила до монгольского нашествия, а затем объединилась с Ногайской конфедерацией потомков кипчаков. Последние организованные племена нагайцев в русских источниках были рассеяны с построением русскими бастионов Зосека на Дону и Поволжье в XVII-XVIII веках, которые отделили скотоводческое население от летних пастбищ. Другая часть нагайцев была депортирована из Буджака. Степи после завоевания России и Западной Украины и Молдовы в XVIII и начале XIX века. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.